Деревня. Значит, сваты. Обязательно знаки определенные. То есть это полотенце. Такое со специальным рисунком, со специальным орнаментом. Или даже со свадебной вышивкой. Оно либо крест-накрест, либо через плечо одно полотенце. И определенные предметы с собой брали. Ну, если брать древние какие-то элементы от древней свадьбы, то это, конечно, два разных валенка. Лето, зима, не важно. Валенки на одной ноге черные, на другой белые. Обязательно либо кочерга, либо ухват, либо еще что-то. То есть домовой это у печки. То есть это как бы просили благословение домового, чтобы он помог в этом процессе свадебном. И шли, старались идти огородами, чтобы как можно меньше народу встретилось. Ну, чтобы не сглазили. Потому что он ведь видит, как одеты. И мало ли чего. Поэтому шли, если даже в своей деревне, там огородами. И выдранный тулук, то есть мехом наружу. Лучше всего медвежий. То есть, ну, медведь это один из самых распространенных тотемов. И вот, кстати, рассказывал. Один из самых распространенных тотемов. И поэтому медвежья шерсть в качестве влаганку часто зашивали кусочек медвежьей шерсти и носили там холчевые мешочки с собой, когда куда-то уезжали. То есть, она великолепный оберег и помощник. Поэтому вот еще вывернутый тулуп там. Ну, более позднее наслоение это может быть икона, хотя как раз на свадовство икону брали крайне редко. То есть, здесь все как раз не обязательно все это нужно, все эти атрибуты. И приходили, стучались. Понятно, что родители невесты сразу понимали, кто пришел. Но ни в коем случае не проходили. Ну, вот я когда рассказывала вам о строительстве жилища, матица это граница в доме, через которую без приглашения хозяев нельзя было переходить. Поэтому они проходили и тут где-то присаживались, если было где у двери, ни в коем случае не переходя эту границу. Потому что если пригласили перейти, это уже хороший знак. Поэтому пока обязательно все это издалека, то есть никогда сразу не говорили, зачем пришли, что мы там вот ездили на ярмах, они там в соседнем доме живут, мы заблудились, не пустите или переночевать, а то мы тут можем дорогу не найти, о погоде, о природе, об урожае, все что угодно. И только потом, ну так сказать, запутать всех, злых были селы, чтобы непонятно было зачем, как у охотников, когда они собирались на охотную рыбалку, там же тоже всякие такие маскирующие обряды были. И только потом говорили те самые знаменитые формулы. У вас товар, у нас купец, у вас там курчка, у нас там петушок, у вас там ярочка, у нас баран и прочее. Это все по-разному звучало в разных местах. И только после этого начинался уже разговор конкретный. Если все-таки родители невестасов не против были, то они приглашали через масицу и договаривались о сроке смотрима. Если же они были не согласны за них отдавать, были способы ответа, чтобы опозорить того, кому отказали, то есть выдавали какой-то предмет, ну вот всем знают горбуза, да, это поюг. Тыква, а не арбуз. Или тыква. Ну они горбуза, это тыква, это тыква, а называется горбуз. У нас чаще такой шест, палка такая длинная, и на нее желтая тряпка привязана. Ну цвет варьируется, но она оранжевая, желтая, там какая-то такая разлучная. И он должен был, вот тут уже огородами идти нельзя, эти сваты должны были пройти по деревне, вот с этим горбузом, там если поюгу, но у нас повторяю, это какие-то были вещи, то есть которые должны были пронести и все должны были видеть, им отказали. Вот, ну когда не хотели этого делать, да, позорить как бы, то просто придумывали какую-то отговорку, то есть, ну вот у нас она еще молодая, еще рано, подождите немножко, вот тогда уже и попозже, да, можно, то есть это как бы отказали, но не так обидно, не так позорно, потому что после того, как отказали вот так вот реально, чтобы продемонстрировать этот отказ, то довольно сложно было потом еще раз идти кого-то сватать, то есть там уже сложности могли возникнуть. И вот, ну мы берем вариант, естественно, когда договорились о смотринах, о смотринах невесты. Значит, смотрины могли быть назначены через полгода. Походу вопрос, а какого был смысл, если надо было опозорить, зачем-то, зачем им идти по деревне и всем пока не опозорить. Они так же обородами, мне кажется. Ну что, понимаете, ну, во-первых, тут может быть отомстить, если какой-то конфликт был или еще что-то, или какие-то изъяны были известны, которые неизвестны другими. Вот это продемонстрировать и тогда потом шли к ним и узнавали, почему же вы все-таки отказали. И, как правило, все-таки бывали какие-то серьезные причины, о которых другие не знали. То есть, те, кто хотели, тоже имели девушку на выданье, они шли к ним и те им рассказывали вот то-то, то-то, то-то. Да, таким вот светил и хоть кого-то заслал. Или это уже все? Это как в церкви, когда при венчании, раньше ведь обязательно, если там кто-то собирался венчаться, где-то за месяц оглашали, что вот такие-то такие-то будут венчаться. Есть ли у кого-то какие-то сведения, которые не позволяют провести обряд венчания, категорически. И последний раз это спрашивают уже в день венчания. Да, не венчание, прямо на самом деле. Такой скрытый смысл, который заставляет людей вести нравственного образа. Ну и соответственно, да, то есть здесь... А поэту стучат потом в церковь. Значит, смотрины, смотрины невесты, я обращаю внимание, жениха не смотрели. Вообще, большинство предсвадебных обрядов, они были у невесты. Невеста – главное действующее лицо. И после свадовства можно было передумать, и после смотрины, я скажу, когда нельзя будет передумать. Значит, вот смотрины, смотрели невесту, вот тут приезжали уже родители, если там шли дядя, свад, то есть там не родители свад, первое – это сватовство, там родители не ходили. Не родители, да? Ну, этот старший брат, там чаще всего дядя, там сваха и так далее. Профессиональных свах в деревнях не было, это только в городах, и это только уже в 19 веке появились, профессиональные свахи. То есть, это были какие-то родственники. И назначали день смотрины. Ну, просили какое-то время, месяц, два, полгода, то есть там это зависит. Во-первых, им нужно продемонстрировать богатство, значит, нужно собрать у всех родственников все, что есть хорошего. Часто пускали пыль в глаза, то есть, показывали не то, что реально есть у невесты, хотя приданное, оно реально было. То есть, вообще приданное это проблема была. Пословица старинная русская, девочка в колыбельку, приданное в корабель. Вот она родилась и начинает собирать приданное. Потому что она должна была принести, покупных-то тканей не было, она должна была там наткать полотенец, холстов, тканей разных, там, чтобы где-то как минимум на пять лет хватило вот в новой семье и там, и на детей, и на рубахе мужа, и так далее. То есть, там, извините, там это, а вручную же все это делалось, поэтому процесс-то ведь не... Поэтому приданное действительно начинали собирать уже вот... Ну вот приданное, да, могли там посмотреть. А так там приносили скотину там от соседей, там ставили, что, мол, вот она богатая, там, лишние мешки зерна, бомбар, там, и так далее. То есть, тоже пускали под глаза. Но, в принципе, для них главное это, конечно, было посмотреть саму невесту. И вот тут как раз был момент, ну ладно, значит, смотрят невесту, ну, во-первых, она несколько раз выходит, меняя наряды. Потупив глаза, то есть поднимать глаза на... смотреть в глаза тем, кто пришел, это мовитон. То есть, это бесстыдство, строго говоря. Вот в домострой 16 века там жестко даже вот дети с родителями, они в глазах напрямую, если они смотрят напрямую, это уже вызов. Ну вот здесь тоже, конечно, потупив глаза, она выходила там с подносом иногда что-то приносила, там угощала, там и так далее. То есть, все время меняла. Затем она обязательно должна была что-то, так скажем, скулинерничать. То есть, ее просили либо глинов на печь, либо что-то приготовить. То есть, они проверяли ее способности и умение готовить. Поскольку они брали к себе в дом работницу, это в первую очередь работница берется и мать будущих детей сына. Поэтому здоровье и чтобы умела многие вещи делать. Поэтому проверяли зрение обязательно. То есть, бросали, роняли, вообще бросали на пол какие-то очень мелкие предметы, иголочки там или еще что-нибудь и просили все поднять. Вот если у нее зрение хорошее, она значит все найдет, все поднимет, все дожму. Просыпали спички, я помню. Ну, спички это уже более пуздний вариант, а тогда какие-то, да, такие мелочи. Смотри, как она сгибается, как у нее стан какой, как она может это все делать, как она красиво это делает. Затем просили пройти ее по одной половите. Не касаяли, не собьются с пути. Не пьет. Ну, в общем, она еще и волновалась, не коситли. Ну, это не так страшно, а вот если она плохо видит, это извините, в рукоделье тут уже проблемы будут большие. Вот, потом там везде были выложены предметы ее труда, то есть вышитые полотенца, там еще что-то. Просили принести незаконченное рукоделье и понемножко при них там поделать. То есть проверяли это все. Вот это вот все после этого проверяют и потом спрашивают у родителей, будет ли, значит, очередной этап у них. Потому что, если они вдруг передумали, вот после сводопства, вот здесь как раз был момент, когда она вставала на лавку к папенькину, мужскую лавку так называемую в доме и начинала ходить по лавке. Вот в Владимирской губернии у нас это практически везде. У нас по границам идет, в других местах как-то память, других это словами как-то говорится. И вот она начинает ходить. А будущая свекровь, она берет сарафан такой большой, там же он когда расстегивается там подул по громадной и она вот с этим подулом ходит за ней вместе. А она ходит там и на них тоже не глядя так смотрит на папеньку с маменькой и говорит хочу вскочу, а хочу не вскочу, а хочу вскочу, а хочу не вскочу. Она так может долго их мурыжить туда-сюда. Это не место? Да. А потом она может, если родители ей сказали, что нет, она просто с конца скамильской лавки соскочит и уйдет в другую комнату. А если она согласна, она должна будет прыгнуть вот в этот сарафан подставленный. Ну сама-то она в сарафане ходит. Да, конечно. что-то что-то спрашивает. Ты уже размечтал, спрашиваешь. А ее не спрашивали, это просто ей родители говорили, она должна согласиться или нет. То есть вот этот обряд, он существовал, такой символический окончательный ответ родителей, то есть будет следующий момент свадьбы или не будет. Потому что после свадебства ну мало ли передумали. Но это уже вот не позор, если после свадебства. То есть не на свадебстве, а вот тут. Это уже тут родители просто передумали. Если они не передумали, назначаются смотрины дома жениха. Обратите внимание, жених может быть косой, кривой, не важно. Дом. Куда? В какой дом будут отдавать? Ну и там естественно тоже, но надо сказать, что если это было в своей деревне, то очень часто это опускалось. потому что ну что пускать в глаза, я так все знаю про него. А если это из другой деревни, то это было обязательно. То есть ехали, причем заранее посылали туда разведку, чтобы лишних там коров не поставили и так далее. То есть узнавали реальное положение дел и только после этого, значит, когда приезжали, они уже понимали, что тут вот это лишнее, это лишнее, это лишнее, а вот это действительно их. и смотрели, знакомились уже поближе, и там, и там бывало угощение, если положительный был вариант в конце, и после этого договаривались уже о сговоре. вот сговор это тот самый момент, он, кстати, может быть и через год после свадовства. То есть сговор это тот самый момент, после которого передумывать уже нельзя. Если, не дай Бог, после сговора либо родители невесты, либо родители жениха передумали, были случаи, что их вообще изгоняли из общины, ну, или ей вообще тут уже замуж вряд ли выйти, а ему жениться тоже вряд ли получится. То есть это надо будет куда-то уж очень далеко отправляться. Да, потому что это нарушение норм народного права, которое было непререкаемо. И нарушать, но если только тяжелая болезнь, это, да, тут уже никуда не денешься, там, той или другой стороны. То есть здесь уже в обязательном порядке. Итак, сговор. Вот на сговоре иногда, кстати, отдельно от сговора бывал еще один момент рукобития. Но вот когда мы записывали, это уже бывало на сговоре. Рукобитие это окончательное решение всех договоренностей. Значит, сговор, в общем-то, строго говоря, девушка называлась невестой только после сговора. если брать наш север, вот ветлужскую свадьбу, там ее называли сговоренкой. Она надевала черную одежду. Вот по ветлуге она вообще в черной одевалась. Черный платок вот такой вот, как монашеский. То есть, ну, как вот еще не монашенки одевают, а послушницы. Черный сарафан. И по этой ее одежде было сразу понятно, кто идет по улице. Поэтому парни на нее смотреть не должны были. Она не должна была ходить в хороводы с момента сговора. Она действительно уже была невестой. Итак, сговор. О чем шла речь? Ну, там было, конечно, угощение небольшое. Опять же, это в доме невесты. Собирались родители, в первую очередь, конечно, отцы. Если отец умер, то крестный отец приходил, или там дядя в сват вот тот, который там будет, родственники какие-то. И вот здесь обо всем договаривались. Дата свадьбы, приданая. Если там что-то не хватает, значит, нужно доделать. Дары. Дело в том, что мы сегодня еще малой кровью отделываемся. Дело в том, что невеста должна была одарить не только родителей, она должна была одарить всех родственников жениха, которые были на свадьбу, даже если это седьмая в одном киселе. Невесту должна одарить? Ну, она одаривала, они во вне там одаривали молодых, а она должна была каждому что-то подарить. Конечно, самые богатые подарки были родителям и ближайшим родственникам, а там, ну пусть носовой платочек хотя бы. И это все вот на сговоре вплоть до... Там же оговаривались дары жениха, до свадьбы, до свадебной дары. Дальше там оговаривались стол. Ну, на стол или стол. Вот пир это все деньги жениха, то есть это все, ну, не деньги, там, продукты и так далее. То есть это все жених, это само собой. То есть тут родители невесты не участвовали, потому что там будет один пир у них в доме. Вот там это они делали. А главный пир, красный пир, княжий пир, он в доме у жениха и это все за счет жениха. Значит, что должен был подарить в обязательном порядке жених, когда он будет приезжать иногда на те сборы девушек в доме с невестой до свадьбы. Вот, Колымов у нас вроде как не было, да, но он должен был привозить обязательно сладости какие-то, ну, пряники, там, орехи, печенье, которые там сами пекли, там, что-то еще такое, сушеные ягоды, ну, у кого на что деньги были. то, что мы сегодня зовем косметикой, то есть, там, если была возможность, румяна какие-то, ну, это уже ближе к городам, бусы, они могли быть из рябины, но могли быть и более дорогие, то есть, это уж тут, как у кого получится, ну, там деревян, чаще всего какие-то дерева делали, да, древянные бусики, если брать крестьянские свадьбы. Дальше, что в обязательном порядке две шубы, ну, там, зипон и такая зимняя шуба, тулупсанная, ну, вот, большая такая, с таким громадным воротником, которая там ниже, ну, прям по щиколотку, то есть, в санях, в санях, чтобы завернулся и там тебе ни снег, ни ничего не мешало. То есть, вот эти две шубы и обязательно какая-то обувь. Вот недаром ночь перед Рождеством она заказала царские там, черевички, потому что она знала, что жених должен подарить обязательно какую-то обувь, в которой там уже они вместе будут, она когда будет ходить, когда они будут вместе. Поэтому сапожки, вот, считайте, траты, да? Купи, не надо сапожки. И при этом он еще и одарил ленты, там, еще что-то такое, украшения какие-то и подругам, которые помогали ей дошивать. Потому что, если, допустим, чего-то не хватало, то это, вот как раз девушки приходили вечерами в дом к невесте и обязательно должны были ей помогать вот это все дошить до свадьбы. поэтому сроки свадьбы зависели иногда от сбора урожая, то есть говорили, что вот соберем урожай и тогда отодвигается свадьба. Иногда просто понимали, что надо много чего еще сделать, доделать, и вот чтобы они успели это все. Что делала невеста в обязательном порядке своими руками? Рубашка и пояс жениху. Это исключительно она делала. Он должен был быть на свадьбе в рубашке сшитой ее руками. Поэтому значит, ну, договорю о сговоре. Сговор проходит заканчивая это чем? То есть каждый из отцов одевает опять же вот этот тулуп лучше медвежий. Ну, вот как они говорили, у нас уже чаще овечьей, конечно, потому что овечьей шерсть тоже удалит. и через вот полы тулупа ударяли по рукам. Ударяли по рукам. И вот с этого момента, когда они били по рукам, считалось, что все, вот они обо всем договорились, с этого момента у нас говоренка, он, жених не приезжал. Он ее не видел, не знал. А если он был из другой там несколько деревень, он вообще ее первый раз видел, когда ее открывали, уже когда их объявляли мужем и женой. Их считать. Ну да. Или на венчание. Объявляю вас мужем и женой, можете поцеловаться. Вот она открывает, он ее впервые. Это вот этих историй рассказывали, отсюда будут подмены. подмены были приняты. Ну как? Ну приняты как? Если уж очень нужно было, а так, в общем-то. Подмены кого-то подменили? Да, поменяли меняю. Ну сейчас я скажу. Сейчас он скажет. И так вот сговор и начинаются вот эти вот вечерние сборы подруг незамужних у невесты, они помогают. Во всяком случае вот эти дары всем родственникам, их-то ведь заранее не было, их в первую очередь и дошивали. Теплоточки, полотенца, кому-кому что. В общем, что выговорит сторона жениха, вот это вот все обязательно нужно было сделать. И они ей помогали. Причем где-то не сразу, а неделю, через неделю, через две девушки обязательно ходили, они несколько раз ходили в дом жениха. Последний раз они пойдут перед девичником накануне свадьбы, а вот где-то один из первых раз они идут за рубахой. То есть они приходят, там собираются неженатые друзья и там тоже ритуал. Девушки требуют угощения, там им выносят, а они там всячески его ругают того, кто выносит. Потому что жених первым никогда не выходит. Допустим, выходит парень какой-то приносит им что-то, ставит на стол, а они говорят у тебя руки в каше, нам надо покрашивать, у тебя там то-то, то-то. Ну и в конце концов выходит жених, что-то там выносит и тогда тут вот садятся, они уже, у них что-то вроде беседки, то есть и обязательно они берут у него, им дают старую рубаху жениха. То есть мертвые, даже украли, иногда крали, то есть пока туда эти все разговоры, они куда-то забегали, но не новые, то есть обязательно там старая рубашка, и по меркам которой собственно невеста и будет шить вот эту рубашку. кстати, вы знаете, вот даже в 70-е годы, когда вот мы записывали у нас в Нижегородской области вот этот обычай в городе-то уже нет, а в районах, даже в районных центрах она, конечно, не шила, но она покупала ему рубашку до свадьбы, и он должен был быть в этой рубашке. То есть вот отголоски этого обряда, они, кстати, до сих пор в местностях соблюдаются. И частичные городи соблюдались. Да, нет, я знаю, даже у нас в Нижнем нет, но это вот оттуда и дело, потому что, ну, во-первых, прочу могут навести, а она-то все-таки на будущее его мужа не будет делать, это же будет отец ее детей, и с ним, простите, и пояс это оберег, она его определенным образом, и она вышивала узоры и его рода, скажем так, и своего рода, они переплетались, там были магические узоры, которые защищали жениха во время свадьбы. Поэтому вообще в старину женатый мужчина со двора без пояса выйти не имел права. Распоялся. Да, распоясывался отсюда, то есть это нарушение норм, правил, точно так же, как ей нельзя было с непокрытой головой выйти, а простоволоситься. То есть это вообще позор был, страшно. И вот это вот сделала обязательно она, и потом они ближе к свадьбе они это отвозили туда, жениху. Они несколько раз там ездили, он каждый раз там угощал, там, какие-то вещи они там крали, привозили, там, много всего. Ближе к свадьбе они выступали в качестве позыватых. Ну, то есть, вот опять же, брали определенные шесты, вешали, ну, там, правда, уже, конечно, не желтые, там, тряпочки, а еще такое, что-то другое, и ходили по дворам, приглашали на свадьбу, и параллельно собирали продукты, кто что даст. Но община тоже участвовала, потому что, я вот не сказала, вообще, конечно, в деревне свадьба, это было всеобщее событие, вся община участвовала, абсолютно все, поэтому это такое событие, которое очень долго помнили, пересказывали, добавляли чего-то там, там, и так далее. Поэтому тут очень много всего связано с этим. Приглашали, собирали, кто муки даст, кто там еще что-то, там, разное давали. Ну, и где-то посередине между сговором и кануном свадьбы бывал запой, запой, пропой, по-разному называется. Это тоже в доме невесты, она уже невеста, она сговоренка, она, кстати, обязательно должна была причитать после сговора, начинать вот каждый вечер, когда они собирались вечером и что-то делали, невеста, кстати, когда приезжал жених с дарами, она уходила, оставались только подруги, вот когда он привозил дары и подарки, а один раз ближе к свадьбе приезжала будущая свекровь, она дарила ей, как правило, там, кусок ткани или платок, или еще что-то. Если платок обязательно с их родовыми какими-то моментами, элементами, но она только один раз, а они все уходили. Она обязательно причитала и считалось, что невеста, которая не умеет плакать до свадьбы, пословица, не поплачешь за столом, вот этим, где там они шили, будешь плакать за столбом, то есть за столбом, то есть за столбом печным в доме жениха, вот там тебе будет не сладко, то есть ты должна выплакать свои слезы до свадьбы. И многие, вот особенно у нас по северу в области, в Ветлушском, там специально они говорят, мы ходили всегда слушать, как воет невеста. Если она не воет, вытья нет, это значит, ничего хорошего из этого брака не выйдет. И если кого-то невеста действительно не умела причитать хорошо, нанимали кого-то, сажали у окна, и там вот это профессионально, плакальщица, там эти причитания, они очень похожи на погребальные, похоронные причитания. Вот эти причитания. И она все время плачет. Все время что-то вспоминается, думаю, это говорить, не говорить. А если их две там невесты было? Там запой-то. Нет, ну, они вообще туда двое. Параллельно сразу две свадьбы не затевали. Нет, ну, бывает, там одну просватывали, а через полгода другую на дочь просватывали. Две свадьбы. Вот я сколько не спрашивала, они говорят, все-таки старались сначала одну свадьбу, потом уже другую. То есть, это если в городе нарушение и какие-то лобби, они уже старые девы. Старые девы, ну, в старину 16 лет уже старые девы. В 18 это вообще уже... Так, а что, в 12 лет? Ну? Начало физиологии. Да. А молодого человека то же самое, как только все выглядит. Ну, да, 16. Иван Грозный поженили. Я понимаю, почему их не спрашивают. Ну, что там, в 12-14 лет девушка... Сергей, дело в том, что совершеннолетие мужчины на Руси считалось с момента Женилина. Пока он не женат, он не дружит. И прав, то есть, ему не части материальные, то, что там положено ему, ему не положено. То есть, у него нет... У него не все права есть гражданские и так далее. Почему там вот засуетилась Софья-то, когда Петра на Евдокии Лопухиной женили? Совершеннолетие. И все. Она тут второй этот стрелецкий бунт затеяла. Ну, не получилось. Поэтому недоросль... Я читала 18 век. Богатейший князь. Ему вообще можно не работать там, ничего. И вот он подписывает документ. Там только если ты служишь где-то, значит, там, и никогда не женился. Он пишет недоросль Горицына. Подписывает официальные бумаги. То есть, у него все равно каких-то прав еще полностью нет в этом государстве. Поэтому не жениться это нельзя, Игорь. Как в партию не вступишь. Ну, чего? Не дождься. О-о-о. Вот. это было обязательно. И чем раньше, тем лучше. Значит, сговор запой. Запой, пропой. что это такое? Вообще, строго говоря, это не то событие, где много пьют. Это совсем не оттуда. Это пропивали или запивали невесту. Это по-разному зовется. Собирались ближайшие родственники, жениха и невесты. жених, жених где-то не присутствовал. Если он присутствовал, то невеста уходила. А так она только выходила и уходила. В принципе, она за столом не сидела. Но она сидела в самом где-то начале. То есть, когда вот этот символический запой, пропой был. Как это делалось? Это делалось следующим образом. Пропивал или запивал невесту обязательно, если есть младший брат. Ее? Ее. Если его нет, значит, кто-то в родне наверняка найдется, кто-то чуть моложе ее. И уже вот когда обряд стал меняться, да, и какие-то вещи уходили, в крайнем случае могла сесть коренная подруга. Лучшая, да, главная подруга. Садились, заранее договаривались об объеме кружки. Мог быть и жбанчик. Это уже как позволят финансы у жениха. Куда, если это, конечно, мальчик 12 лет наливали квас, если это постарше кто-то, то там могли и сусло налить, то есть домашнюю брагу. Где-то вот у старообрядцев у них обязательно ставили две емкости. А в наших деревнях там, как правило, была одна. И, значит, соответственно, вот они садились, там пока угощения не было, и, либо отец, ну, как правило, это сват, сваха, начинали разговоры, они говорят, вот все-таки нам бы невесту вашу хотим окончательно, вроде как и договорились, но тут вот надо нам поставить последнюю точку. и тогда он отпевал немного, при этом говоря, что у меня там сестрица-то ведь не... ну там разные приговоры были, то есть она не по долам трясла, а она все там пряла, да ткала, да там то-то, то-то, то-то. То есть хороша, придется заплатить. Он отпевает, и они кладут монеты, чтобы опять было доверху. В эту кружку. В эту кружку. Если это старобрядцы, то рядом кружка. У них всегда, это у них очень жестко, у них, они свою посуду никому не дают. Поэтому тут рядом примерно столько же кладут. Ну, номинал там медики, серебро, это уже вот как договорились. И объем, опять же, примерно. Это тоже вот на сговоре оговаривают. Какая кружка такая или такая. Лишь банчик вообще поставят. И таким образом он все время какие-то хорошие качества ее называет. Они за это все платят. Причем и подруги, невесты тоже здесь присутствуют. Они могли тут еще и подпреданное понемножку подпредавать, подпредавать. Причем там они показывают, вот какая подушка. Вот за этот угол столько, за этот столько, за этот столько, а вот за серединку там еще там столько-то. Причем все эти деньги это были личные деньги будущей жены. Она их забирала с собой. И надо сказать, что если вдруг она умирала до рождения детей, вдруг что-то такое случалось, эти деньги возвращались в дом невесты. То есть это были ее вообще личные, скажем, деньги. Но после рождения детей они считались общим достоянием семьи. И таким образом, вот он ее запивал, запивал и в конце концов пропивал. То есть это где-то называется запой, где-то пропой. После этого переворачивалась кружка, если это две кружки стояли. А кружка с монетами она уносилась. куда То есть она их не могла никуда потратить? А? Она их никуда не могла потратить? Нет, до она должна была к свадьбе их всех в сохранности иметь. То есть она их приносила туда, в дом жениха. То есть вот этот вот пропой, запой. Но потом, конечно, кстати, угощение иногда было, иногда, как они говорили, пили компот, разговаривали. Но чем ближе сюда к нашему времени, тем чаще все-таки угощение и выпивка они были во время пропоя и запоя. И вот после этого уже ближе туда к кануну свадьбы начинает девушки все чаще ездят к жениху, туда что-то привозят, что-то увозят. Они, кстати, меряют и размеры окон, то есть чтобы пошить туда занавесочки. То есть там много чего они делают. Каждый раз они находят причину для того, чтобы туда съездить. И наконец кульминация. подруги едут жених не должен видеть ее вещества. ездили, невеста не ездила. Ни в коем случае. Только подруги. Только подруги. Вот они видели жениха, они там что-то рассказывали, но как бы она его не видела. Если он не из твоей деревни, из какой-то дальней, то и чем дальше деревня, тем реже ездили. Обязательно первый раз за рубахой и вот обязательно еще раз продажа красоты. Красота это такой предметный символ девичьей воли. Я не сказала, потому что вообще глубинный смысл свадьбы тот же самый, что и рождение и смерти. Это обряд перехода. Он не так страшен как переход в иной мир и переход из другого мира в этот прирождение, но она все равно меняет. Она переходит из одной социальной группы в другую, то есть она меняет. И поэтому Павлу очень понравилось, но я правда это рассказывала, по-моему, когда я о погребальных обрядах рассказывала, был даже обряд свадьбы смерти, который я сама лично видела. Но это уже, конечно, не в том виде, как это было раньше. То есть свадьба, там очень много перекличек с погребальным. И вот эта черная одежда с говоренки, и вот эти плачи, причитания, они очень похожи на погребальные. Кстати, рекрутские причитания, вот когда его в рекруты на 20 лет забирали, один к одному погребальные прочитания, и в то же время один к одному продажа красоты. Обряд в рекрутском проводах тоже присутствует. Значит, итак, красота, краса, ну, если брать фольклор, в фольклоре это может быть коса, лента, там еще что-то, но коса, как предметный символ в обряде, она, когда с ней что-то делали. Значит, что это было? Чаще всего это деревце. Ну, это опять мировое дерево, это все оттуда. Я вот вам не рассказывала о древних обрядах славянских, то есть какие-то отголоски я, конечно, знаю, но это вот все оттуда идет. Мировое дерево, вокруг него все будет разворачиваться и сворачиваться. То есть это будет либо вечное зеленое дерево. Если там нет, или это березка, чаще всего березка, ее срубают, приносят, ее наряжают и наверх часто крутят куклу с тряпочек делают, сажают на верхушку. И рекрута как раз тоже, кстати, делают куклу, иногда даже две куклы рекрута и девушки. Или это он залезает на какое-то дерево, когда уходит недалеко около деревни и там это все делают. То есть здесь очень много перекличек. Это может быть лента из косы невесты, это может быть цветок. Если знали, что будет свадьба, это знали, то зимой степных районов мы заранее срубали лопух, засушивали и вот этот лопух в канун свадьбы тоже наряжали. И здесь момент уничтожения символическое женихом будущим мужем вот этой девичьей воли. То есть канун свадьбы это то время, когда она должна окончательно распрощаться с девичьей волей. Я уже говорила, что вообще вот эти причитания, я опять к ним вернусь, потому что на кануне свадьбы они звучали непрерывно и плакала она не понарошку. Она плакала реально. Ну вот представьте себе, что вы идете в чужую... Вы не знаете никого в этом доме. Зато вы прекрасно знаете, особенно если это младший сын и ты там будешь младшая невестка. Ты должна будешь стать раньше всех и сделать все, сходить за водой, все это сделать, печку растопить, там... вообще нахуй пошло. Да. Ляжешь ты позже всех, если во многих местах ее даже за стол общий не сажали, пока не появятся дети, пока не родит. Или она не будет участвовать в сборе первого урожая совместного. Ее по имени никто не звал, кроме мужа. То есть она пока еще... Ну да, вот, поди туда, принеси то и так далее. И ты. Да, и ты. Ало, иди сюда. И это-то она знала. Потому что если, допустим, тут брат у нее был, и там уже она же это видела и у других, то есть это все было известно. Поэтому тут запрещитаешь. Мужа не знаешь, кто там тебе попадется, какие тебе там свекры со свекровью, ты не знаешь, что ты знаешь, что тебя там ничего хорошего, в общем, первое время-то точно тебя не ждет. там уж не знаю, как сложится. Поэтому причитали всерьез, плакали всерьез. И от этого никуда не деться. И вот в этот канун свадьбы, когда вот эту девичью волю делали, там, либо она сначала шла в баню, и там ей расплетали косу и выплетали последний раз девичью ленту. Дело в том, что одна коса это девичья прическа. Это девичья прическа. Центральный момент обряда это уже окручивание. Окручивание это когда тебе две косы заплетают и вокруг головы и одевают женский головной убор. Вот это уже все. Тут все пропало, уже больше. Но это еще долг свадьбы. Нет, это уже уже не хаду. Итак, значит, она идет в баню. Ну, это и гигиеническая баня, но часто утром она мылась, а вечером приходили подруги, там была совместная обрядовая трапеза и главное это расплетание девичьей косы. Вот тут она в песнях прощалась со своей косой. Куда что-то моя трубчатая коса пошла погулять. Там к немилому и так далее. Там разные причитания, песни. Девушки расплетают косу последний раз девичью и последний раз. Иногда чаще все-таки это утром делали. Она с распущенными волосами шла из бани. И вот эти вот последние причитания прощалась с байником, она прощалась со двором, она там со всеми приходила домой. и обязательно девушки оставались ночевать у нее в этот день. Но накануне, как я уже говорила, они ездили в дом жениха или иногда он сам приезжал и во дворе это все происходило, где он должен был уничтожить символ девичьей красоты. То есть выносили вот это деревце, он его либо ломал, либо верхушку ломал, либо сжигал, либо увозил и вывешивал на слуховое окно своего дома и там целый год это висело, все знали, что тут молодожены. Но это в разных местностях по-разному. Если это лента, то она могла отдать ее подругам или передавали свекрови, он ее забирал. Иногда было два символа красоты. То есть это были разные предметы в разных местностях, я поэтому не буду тут, у меня даже есть статья по символам девичьей красоты, я могу тут долго распространяться, но это не важно. Поэтому вот он это делает и девушки, если они приезжали с этой красотой к нему, то он это делал у себя дома. И потом они возвращались. И вот на следующий день это уже девичник. Повторяю, они обязательно ночуют у нее, девушки, в доме жениха. То, что мы сегодня зовем мальчишниками, это пришло с запада. Считают, что это под влиянием города, стало проникать в деревни и называлось это у нас чаще холостеж. Собирались у соседей не в доме жениха, ни в коем случае, то есть где-то в другом месте, куда приглашались неженатые парни и гуляли, пели. В принципе, девушки, во всяком случае, подруги невесты там не присутствовали, потому что они в это время были на девичнике. Тут огромное количество причитаний, плачей и так далее. Они ложатся спать и, по сути, готовят последнюю одежду для нее на утро. Все это приготавливается. И утром невеста, даже если кто-то проснулся раньше, ни в коем случае, они должны показывать, что они проснулись. Но она, как правило, не спала. Она рано просыпалась и начинала причитать. Там, ах, вы, мои дорогие подруженьки, как вам спалось, а что вам виделось? А мне тут привиделось, что за мной приедет чушь-чуженин там. А вот ты, мой брат, там, поезжай, да перегороди дорогу березонькой белой этому змею и так далее. Там очень не было такие позитивные не позитивные гоносстрои, Вы не сказали, что она в бане свою ленту отдала? Нет, я сказала, что она могла отдать ленту подругам. Я просто не говорю, я уж так немножко сыграю. А лента из девичьей косы это опять же символ девичьей воли. Та, кому она передаст, она, в принципе, потенциальная невеста. Они же все считалось, что нельзя не выйти замуж. И если ты долго замуж не выводишь, то это осуждалось обществом. Бросание букетов на своем деле. Да, вот как раз лента тут вместо того самого букета. То есть там эти букеты не бросали, здесь вот она отдавала ленту. Причем очень часто это бывало даже специальное такое, иногда эту ленту торжественно приносили в дом, блюда с хлебом или там с каким-то печеньем, вот козульки на севере, да, то есть вот эти вот животные, да, выпекались разными. И вот эта лента, она выкладывалась на это блюдо вместе с этим печеньем и передавалась с определенными причитаниями, приговорами. ей та торжественно брала уже ленту себе, а это уже съедали вместе с другими подругами. И после того, как она причитаниями разбудит всех, в том числе и отца, мать, если матери и отца нет, значит, если они у нее умерли, обязательно поход на кладбище. у могилы причитания, там, а раскройся, а развертите ли ты, мать, сара земля, а раскройся, как ты, гробовая доска, а выйди-ка ты, мои там, родимые батюшки, там, или матушка, и благословите-ка меня вы чужие люди, и только потом на месте будут крестные или кто-то из родственников, все равно кто-то должен быть в доме благословлен, когда жених приедет. И до приезда жениха отдельно ее благословляли. Потом она возвращается домой и одевание. Одевание это очень важный момент, когда огромное количество оберегов, потому что вот этот момент перехода, он приближается, и чтобы этот переход завершился благополучно, там нельзя было, вообще в обряде нельзя было нарушить ни одного момента. если что-то нарушается, это уже плохой знак. Поэтому даже иногда вот на Витлуге там были, я их называю, церемонии мейстерами, то есть те, кто жестко знает весь обряд досконально, их приглашают, и они все, кто же, если что, забыли, вот нужно то-то, 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 то-то. Кстати, есть Березин по нашей просьбе, он был таким церемонии мейстером, есть такая сувенирная книжечка маленькая, очень хорошо иллюстрированная, «Свадьба в заветложье». Он как раз вот, поскольку знал, почему-то написал где-то в 70-е годы, то есть в деревнях. То есть вот это все очень жестко соблюдается. Одевается сначала либо часть сетки рыболовной, либо какая-то веревочка с многочисленными узелками, ноговое тело, первое. Потом, значит, рубашка. В рубашку втыкаются крест-накрест иголки по всем сторонам света, на спине, на подоле, по бокам и так далее. Дальше одевается сарафан. По югу это обязательно венок. Причем в венок вплетают живые цветы и те, которые имеют значение оберега и целительства. Могли даже крапиву плести. То, что было в фильме о овсянке, там брали и промежность что-то заплетали. И это могли делать. То есть, там самые разные обереги были. обязательно в карманы или если там не было, то его изнутри подшивали. Туда луковая шелуха, чесночная, под пятку тоже самое в обувь, трелистник, там какой-то земляничный лист, то есть вот чтоб трелистника, три счастливое число. хотя при строительстве дома как раз там немножко это все меняется. Ну, уже другое. И наконец, вот если говорить о подменах, вот то, что вызвало недоумение, если бывали подмены, то вот они как раз тут-то и происходили. Ну, я просто по тому конкретному случаю, где мне это рассказывал человек, который в этом участвовал. По-моему, ее Пелагея звали, бабушка Пелагея, она праздновала свадьбу в 1899 году. Много ей лет была у них долгожителем, считалась. И мне говорят, ой, ты память хорошая, вот сходите к ней. И вот я к ней. Она говорит, у меня старшая сестра, а ведь как, обязательно нужно выдать сначала старшую, то есть там все очень это жестко, очередно соблюдается. И она, она говорит, в детстве упала с печки. И как, я прямо ее словами, она была, говорит, малость горбатенькая, малость хроменькая. ее не сватали. А я говорю, маменька, ну так все едет, один приехал меня сватать отказали, сказали, надо сначала старшую, вот хотите старшую отдадим, они говорят, нет, старшую не надо. Уезжают, одни уехали, другие уехали, третьи уехали, маменька, я же так вообще замуж не выйду, вы что делаете-то? И вот тогда они вспомнили об этом старинном обычае. в принципе эту подмену можно было иметь ввиду с самого, когда приехали в следующий раз сватать Пелагею, они согласились. Но здесь важно ни разу не назвать ее по имени, вплоть до самой свадьбы. То есть вот они сказали, да, мы согласны отдать свою дочь. И ни разу не назвать имя. Вот за весь период предсвадебный он иногда год-полтора длился в зависимости от условий. Ни в коем случае. Если один раз назвали, то тут уже все. Тут надо будет выполнять. Если не называли, то они вроде как и не обманывают. Ну они согласились дочь выдать, да? Да, на смотриных вышла она, ну мало ли там подать, подать, помочь и так далее. Придность в раз сорок. И в день свадьбы они нарядили вот ее, я не помню как называли ее старшую сестру, они нарядили ее, они примерно одного роста, а поскольку когда ее одевали, там же одевали такие специальные свадебные платы, платки, они огромные, концы вот до пола. я все вернусь в древность туда где-то в 11-12 веках существовал обычай, ну это уже когда жених приезжал за невестой, я еще до этого не дошла, там же у нас сейчас всякие выкупы, и сейчас иногда там предлагают ему угадать, так вот выставляли 12 девушек, все вот в этих длинных плотах, концы до пола, и он должен был угадать, которое его, ему давали три попытки, как в той сказке, да, с трех попыток ты должен угадать, мы могли загадать загадку, и он должен был угадать, если он с трех попыток не угадывал, значит не судьба, то есть ему душа его не подсказала, отменялась, вот это по-нашему, точно так же, как если он не отгадал загадку, это ведь извините, это очень древнее, это проверка свой-чужой, а чужому зачем отдавать, то есть он вообще может из враждебного рода, и не положен ему владеть этой девушкой, там очень жестко, и там тоже три попытки загадку, в сказках это осталось, и так же, как и угадать ему с золотыми волосами девушку, там помощники чудесные, там пчела или муха залетает и ему подсказывает, это все ведь оттуда, вот из этих древних обрядов, и вот они ее нарядили, и поскольку она после того, как на нее надели кисейный этот беленький платочек, там веночек, и вот этот плат, она же не видит толком, куда ей идти, поэтому ее вводят свахи, они ее там с двух сторон прихватят, и в общем-то ей не видно, что она хромает, ну в общем-то может никто ей не приглядывался, и она говорит, ну а когда в церкви открыли и сказали поцелуйтесь, все, богом данная жена, развестись было невозможно, можно было развестись, только если в течение двух-трех лет не будет детей, вот это до основания для развода, во всех остальных случаях, извините, треархо не наедешь, то есть там очень жестко, все, живи, она говорит, а потом я быстро замуж вышла, то есть, тоже и Квашнина рассказывала, что там невозможно было, если там как бы сейчас разводы, нет, это нельзя, ни в коем случае, он же вообще говорил о царях, он вообще говорил об этом, что самое высокое руководство не имело права вообще, а там вообще, то есть, там же заранее, это все, поэтому там выбор очень был жесткий, ну как же Женщик с ней потом обращался, что ему подсунули, а потом и плакала, ну он отплакал, а он-то ему-то каково, женился на одной, а дали другую, а он ее тоже не видел, вот отсюда под ногтой пошел, нет, ну вот было такое, да, поскольку мне самой, то есть, это реальный случай, это ее личная судьба, то есть, я знала, я читала об этом, но вот, чтобы мне самой, я вот один раз встретилась с этим, потому что, надо сказать, на это шли не так часто, в древности говорят чаще, а ближе сюда, здесь уже, конечно, это... А избежать этого подлога как-то можно? Реже, ну, если вы заметите, что ее не называют по имени, да, в принципе, если вы внимательный человек, вы как-нибудь вынудите назвать по имени, и тогда им либо дадут то, кого сватали, либо вообще отменят, если это до сговора. То есть, извините, ваша вина тоже есть, но повнимательнее надо быть. Хорошо, вы еще один момент упустили, а там бывают были случаи, и вот, что, как бы, не ожидали, что будет ли она женой этого рода или не будет, и тогда вот вынастили платок родовой и должны были ее накрыть. Вот расскажите об этом еще в ряде. Ну, это уже другой, как бы, это не совсем тот период, это другой обряд. Вообще, в древности был обряд еще гораздо проще. То есть, если, допустим, они отказывали все время, ну, в смысле, она ему говорила, ей говорит, можешь даже не сватать, мои родители там, тебя не отдадут. Во всяком случае, вот где-то тоже 13 век это еще было. Он брал свой родовой плат свадебный, там специальные такие орнаменты. И если ему удастся прилюдно набросить этот плат на нее, на улице, естественно, где-то, так, чтобы, ну, не совсем центр, но ближе к центру плат попал ей на голову, то она просто обязана стать его женой. То есть, тут уже родители ничего сделать не могли. их род покрыл род невесты. Отсюда, как девушки гадали на покров? Батюшка покров, покрой землю снежком, а меня женишком. И там сели снег, там доверили, там всякие гадания. Таким образом можно было младший род, который был слабже, жениться на старшем роде. Вот только таким вот образом можно было подняться каким-то образом. То есть, насчиталось как бы это все в законе. То есть, этот свадебный плат, он был, это родовой плат. То есть, если боярин отказал какому-то там купцу, такому крепкому, но то, что боярин и то, что купец, можно было. Но это сложно. Да, довольно сложно. Но тем не менее, то, как бы вот это то, что купит августа, и, ну, и, да, сама к тому немало охоты не было. И ночью, ночью весь род невесты собирался в доме, ну, это обычно либо у родственников какой-то, дядя, допустим, да, то есть, те, кто по роду к роду невесты, принадлежит, мать в том числе, уходила туда, и они пекли свадебный каравай. Вот это тот самый каравай, который сегодня делят как торт, который пекли ночью, который пекли с определенными заговорами, обрядами, приговорами, все остальное время стояла тишина, то есть, это в тишине и только приговоры, вот эти заговоры звучали поделенные. И, соответственно, этот мог быть курник, то есть, ну, вот в разных местностях там по-разному, но обязательно он украшенный. Я просто напомню на всякий случай, что словом хлеб даже еще в 16 веке на Руси звали только ржаной хлеб. Пшеничный это калач, а вот там, где какая-то сдоба, это каравай. Поэтому на чьи-то именины испекли мы каравай и так далее. То есть, это по будням ни в коем разе не делалось. А хлеб, это, ну, основная пища это ржаной хлеб, рожь, поэтому вот это и звали хлебом. Калач, это уже такая более праздничная, а вот по особым случаям, вот это уже каравай. Естественно. Вот этот самый каравай как раз и пекли. Каравай пекли и там, но там не было таких вот обрядов, которые были... У жениха, да. У жениха тоже пекли, но вот я смотрела, там не было столько мистических обрядов, может быть, они лучше сохранились, я не знаю в роду невесты, то есть, считалось вот это обязательно. и вот этот каравай, она как раз потом и делили. Тот каравай-то они кусали, жениха и невеста, которые пекли там. У жениха. Да, и их кормили там в отдельном чуланчике, когда они приезжали в дом жениха. А вот этот каравай, его как раз делили. И считалось, каждому, кто попробует хотя бы кусочек этого каравая, то есть, там, ну, как бы, можно было загадать желание, и оно исполнялось. То есть, это настолько был мистический хлеб. И одну часть она хранила чуть ли не до смерти в сундуке у себя. Как они говорили, потом в гроб от этого засохшего каравая, вот от ее, она, ей в гроб, когда она умирала уже, ей укладывали вот эту горбушечку от того каравая, который пекли в ее роду. могли украшать, делать рощу, там, лес выпекать на этом. То есть, ну, это вот опять символы вещи, красоты, воли, там, и так далее. И вот это они возили за собой, там, с лохей, потом уже везли отдельно в дом невесты. Иногда за приданым приезжали накануне свадьбы, и девушки продавали старались взять все, что можно. Иногда в день свадьбы. Ну, а в доме жениха сбор свадебного поезда. Сбор свадебного поезда, то есть, это распределение обязанностей чинов. Обязательно дружка, обязательно под дружи, один, два, три, там, сколько уж. Это зависит от достатка тех, кто играет свадьбу. Сколько будет повозок в свадебном поезде. по свадебном поезде царя, вот, я как-то у одного царскую свадьбу, Ивана IV, она записана довольно подробно в летописях, я насчитала около двухсот чинов. Это помимо гостей, там и кашник, и погозник, и там, кого только нет. Вот, они все собираются, значит, обязательно на свадебном поезде бубенчики. Иногда вот этот вот, кстати, иногда символом девичьей краски выступает веник, которым она последний раз мылась в бане у себя дома. И вот как раз этот веник жениху отвозили в дом, он там его увешивал, а вот в день свадьбы он подвешивал под дугу лошади, на которые он поедет. Обязательно бубенчики, колокольчики, отпугивание всякой нечисти. И они договариваются. Иногда там бывало небольшое угощение, но, как правило, то есть просто договариваются кто, что, как, зачем, потому что это все очень важно, как они поедут. Иногда бывало даже современный термин мне иногда употребляли, говорят, сначала разведчик едет, готова ли невеста, можно ли нам ехать. Но это если близко, а если далеко, то, конечно, этого не делалось. Итак, невеста здесь одета, она сидит, ждет, ее благословляют родители обязательно на шубе, на обязательно время свадьбы, то есть похорону, вы говорите, до 12 часов там был где-то, а свадьба? И свадьба тоже самое. До 12 часов. Она сидит, она готова, ждут свадебного поезда. Свадебный поезд, если из другой деревни, они подъезжали, выкупы начинались с момента въезда в деревню, потому что сворачивают свадебному поезду ни в коем случае нельзя. И они должны были платить выкуп, но они заранее запасались там, когда, чем там платили. При подъезде к дому въезд во двор, дальше там чуть ли не каждую ступеньку, могли тут, вот иногда если приданные на коммуне не выкупили, могли тут и придавать приданные, и главное, конечно, это выкуп места рядом с невестой. То есть там сидит опять же брат, вот тот самый, ну, может, коренная подруга сесть и так далее. Здесь выкупают вот это место, сажают, никакого угощения нет, даже ложки, но скатерть обязательно постелена на столе. Ну, вот о скатерти отдельный разговор. Значит, скатерть на крестьянском столе отсутствовало в быту. Ну, и вот драйли, скоблили, то есть... А скатерть уже у жениха была? Нет, это ее, их скатерть домашняя. Скатерть постелена. И вот здесь объяснение той самой пословицы. Ну, как пословица, мы-то это говорим сейчас несколько в таком уничижительном смысле. Ну, иди, скатертью дорогов. Да? На самом деле, в древности, вот когда человек уезжал в дальнюю дорогу, в обязательном порядке доставали вот эту скатерть, стелили на стол, разглаживали и говорили, пусть твоя дорога будет такой же гладкой, как эта скатерть. и ни в коем случае отсюда вот махать платком вслед, это тоже полотно дороги, символ, пока он не сядет на повозку, там, ничего не делали. То есть вот эта скатерть, ну, я, по-моему, говорила, существовала обычая, кстати, иногда, то есть я вот, слушайте, я лет 7 назад была на свадьбе у родственников и смотрю, там выкупы, то и все, 5-е, 10-е, и вот она уходит там в скатерть, там, все это убрали срочно, я смотрю, она берет и за один угол скатерть тянет за собой. Я уже потом после свадьбы, где-то через неделю ее увидела и спросила, я к Суши, говорю, а зачем ты это сделала? Она говорит, не знаю, сказали, надо сделать, я и сделала, говорят, это хорошо, я говорю, кому, тебе или другим? Потому что, в принципе, что это означает? Это означает, что она выстилает дорогу своим незамужним подругам туда же, в замужество. Вот если она это сделала, но, когда я записывала обряды, они говорили, вот попадется, ну, не буду говорить слова, которые при этом звучали, в общем, редиска, да? Она говорит, что делала? Она говорит, возьмет и завяжет узлами четыре конца и уходит. Она тем самым перекрывает им путь в замужество. чем там они и насолили, не знаю. Иногда она один узел завязывает, то есть она имеет в виду кого-то конкретного. А если все четыре, значит, все. Кому все? Я что не понял? Вы перепрыгнули. Вот этот момент, посмотрите, пришли, да? Я просто перепрыгнула. Вы перепрыгнули? То есть они вот приходят за ней, они платят, платят за все ступеньки. Да, вот они за все платят. И они пришли, а где наши? Я просто говорю, что угощения не было, просто чистая скатерка на столе лежала, да? И даже ложки были связаны специальным, да, таким тоже оберегом и от них лежали. То есть вот за что берутся, наоборот, от них все это связано. Так же, как и нас за свадебным столом, они же не едут. Это было то же самое, вот это все забиралось и туда выкладывалось. Вот они сидели, там опять последние выкупы, вот продавали это место и затем благословение жениха и невесты, уже родителями невесты. Опять же, двоих под иконами, тут уже, да, если брать более позднее, на вот этой шубе. и на скамейке, где они сидели, обязательно стелили тулуп. Жениху и невесте один тулуп на двоих стелили. И во время княжьего пира и в доме невесты. Иногда их связывали здесь вот полотенцем символически ее и его. И свахи с одной стороны, свахи с другой стороны, значит, вели. Она причитает по-прежнему. Она прощается последний раз с домом, с двором. И только в тот момент, когда она села уже в полоску, она прекращает плакать, и при этом она платочек выбрасывает в поле. Это символ слез. То есть все, плакать она больше не имеет права. Она не должна плакать. Хотя иногда этот платочек вместо букета невесты. Она передавала, но это был другой уже, не заплаканный платок. То есть она заставала чистый платочек и кому-то из подруг отдавала. И все это время он ее не видит? Она ей по все время сваха рядом с ней идет и подсказывает. Но иногда там что-то где-то она может быть и видит немножко. Жениху ее не видит. Она закрыта и ее не видит. Подожди. Не сказал. А каравай как? Каравай везет сваха. То есть они еще везут этот каравай в этом же поезде везет. Он вместе с невестой путешествует и приедет в дом жениха. А скатертью чего? А скатертью она оставляет здесь. Это просто символ брака для ее подруг. Если она стащила скатерть, значит она им выстелила дорогу, пожелала гладкой дороги безамужества. Наоборот завязала, значит это все тут остается. Еще все по дороге. Нет, ну как правило она стаскивала скатерть. То есть это вот почти все рассказывали, что да, она стаскивает скатерть. Значит в дом жениха через церковь все-таки в 19 веке чаще всего ехали на разных полосках. Она со своей свахом, с дружкой, а вот уже из церкви они ехали вместе. Хотя повторяю, что иногда какие-то обычаи не позволяли сейчас провести народный обряд, а венчание наоборот нельзя будет тогда проводить. И там венчали, но венчание не считали, что они муж и жена. То есть община это не признавала. Главное это народный обряд. Вот когда ее окрутят, вот тогда она будет мужней жена. Значит в церкви там много обычаев всяких и то, что оставалось, то, что было и раньше в доме жениха, то есть и сегодня вы знаете, что во время венчания под ноги в определенный момент они встают на подножье на свадьбе, то есть стелятся. Но раньше это было полотенце, причем это было ее полотенце. И когда они уходили, вот если кто-то успевал стащить это полотенце, это тоже, так сказать, на счастье в дом. И поэтому сейчас вы обратите внимание, там эти старушки, они сразу это подножье куда-то раз и нету. И не успеваешь даже глазом моргнуть. Но там существовало, тут начинаются обычаи, проверки, потому что когда говорят, ну, встаньте сюда, то есть тут и она, тут кто первый встанет на это подножье, тот и будет главным в доме. То есть если она свой каблучок поставила, отсюда подкаблучник, значит, она будет верховодить. И поэтому всегда смотрят, кто первый встанет. А жених и невеста настолько враздрай, особенно она, что они забывают об этом. То есть это где-то в доме уже, да? Сейчас это в церкви чаще. Надо было в доме. А раньше, если это беремен приезжали, вот когда в дом ее ставят и там открывают, а хороша ли молодая? Вот ее, надо же, когда-то первый раз, если не было венчания, а хороша ли молодая? Спрашивают, когда они только подъехали еще ко двору жениха. Тут уже стоят все древенские, им же интересно. И свекровь, она берет ухватом или кочергой. и немножко приоткрывает. Можете посмотреть первый раз. Вот и жених тут первый раз видел, если не было венчания. Ну, потом это повторяется, там же каждый раз за просмотр деньги платят или там вещи или еще что-то. Вот она коммерция, думаешь? Нет, ну там иногда медики, иногда, понимаете, можно было заплатить, ведь не обязательно деньгами. Я говорю, плата, но на самом деле это могло быть зерно, это могло быть что-то испеченное, это могло быть брага, который там он с собой привез, это могли быть сушеные ягоды, то есть там можно было платить, главное, чтобы заплатил чем-то. То есть это не обязательно деньги, потому что понятно, что у крестьян больших денег не было. это называется купля-продажа, но на самом деле там часто знаки товар-обмен, потому что ведь и на свадьбе-то не дарили деньги раньше. Так, еще у меня вопрос. Ну вот сейчас вот осталось еще в Ветлуге, они же мост перекрывают, чтобы вот в день свадьбы он ее несет по этому мосту, невесту. Это когда было? Это если есть река и если есть мост. Я поэтому беру как бы самые частые варианты. Ну вот он ее, это во время тоже? Павел, дело в том, что переправа через мост или переправа через реку это символ брака. Кстати, слово брак от древнеславянского братья. Бра плюс суффикс К и на конце там после К еще идет. А вот из немецкого через польский к нам пришло брак это от брэк, то есть это вот изъян брак отсюда брэк ломать там и так далее. То есть это разное происхождение слов-то. Поэтому когда говорят... По-русски после К что там остается? Едь что-то? Ер. 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 Да. то есть это разные слова. И вообще символом брака в гаданиях очень часто вот она когда в период перед Масленицей там гадания до крещения идут очень часто то есть она делает мостик наливает воды куда-то символ моста ставит под лавку на которой ляжет спать и там все сужены ряжены приди ко мне во сне покажись и если вы помните Пушкин прекрасно знал обряды он переводит Татьяну по таким двум журточкам очень такой мостик да но переводит ее медведь во сне то есть это о чем говорить что замуж то она выйдет но выйдет за немилую что в общем-то и произошло то есть Пушкин то ведь недаром этот эпизод вставил потому что он-то прекрасно знал кстати Болдин очень много записывал я бы его записи читала обрядов поэтому если где-то был была речка и мост это обыгрывалось во время наверное когда его поезд пришел и затем встреча родные невесты ни на венчание ни в дом жениха не приезжали с невестой это люди пока второго сорта пока не узнают была ли честная невеста нет они придут на свадьбу попозже но их посадят не на лучшие места а куда-нибудь на второй день они уже будут сидеть все как положено сертикат радиан нет это вообще как бы по нашему по современному попробуем на тёшу посадят на цах одевали на следующий день еще и выгоняли то есть они даже и в поезде их не было не было и подруг просто брали невесту всю подруге на венчание ну не положено было они вот провожали но дальше не ехали они приходили потом уже на княжий пир петь вот это они приходили а в поезде их не было либо они если еще не отвезли приданное приданное привозили и тут продавали родственникам то есть там это по-разному было постельничьими так называемыми постельниками выступали приезжали ну время уже много я поэтому буду так сказать сворачиваться хотя там еще много чего осталось значит обязательно встречали родители если сейчас встречают с хлебом солью и с иконой то в старину встречали с хлебом солью это отец стоял вот со своим караваем который они будут кусать кто больше откусил опять же тот и будет главным там либо она в вывернутом тулупе и с ухватом или с кочервой свекровь домовой встречает еще до порога обязательно их обсыпают хмелем чтобы жили радостно зерном чтобы удовольствие были были монеты можно было бы конечно монетами там еще чем то то есть ну вот чтобы богато жили там и прочее обязательно и я этого не сказала это в принципе делали и тогда когда она выходила из своего дома разметали дорогу вениками мили перед ней чтобы не дай бог дело в том что достаточно скатать вместе собачью и кошачью шерсть и бросить на дорогу перед молодыми на дорогу и они будут жить как кошка с собакой вот чтобы этого не было что-то ну мало ли может быть там она перешла кто-то был влюблен в нее или в него и они там никак не желали им хорошей жизни поэтому на всякий случай все это разметалось абы-кабы да на всякий случай и здесь тоже когда они идут тоже разметают разметают им дорогу здесь вот это раскрытие и когда как раз она встречается с родителями жениха здесь уже окончательно открывают ее вот она ухватом уже окончательно открывает платок ее тут уже могут все увидеть и они переходят в дом здесь часто про порог не сказать даже да порог ну это я когда рассказываю про дом я конечно но это обычай до сих пор соблюдается он должен перенести ее через порог на руках и не дай бог чтобы даже край платья не коснулся порога дело в том что порог это граница это граница между миром живых и миром мертвых между домом и лесом между культурным пространством и диким то есть эта граница очень серьезная и даже еще в 16 веке вот есть случаи когда под порогом хоронили некрещенных младенцев это действительно за порогом начинается мир мертвых и поскольку еще не понятно как примут предки ее в этом доме его родственники предки как будут принимать на всякий случай нужно перенести ее и она сразу шла к печке к тому самому столбу где будет проводить плакать огромное количество времени и просто она не будет плакать она подходила немножко колупала вот эту звездочку могла могла даже съесть иногда или в кармашек себе положить и здоровалась домовым то есть домовой прими меня то есть ну чтобы хоть он ей помогал чтобы он ее принял потому что если еще и он не примет то тут вообще сахаром не будет то есть она вот это делает и только потом сваха я кстати не сказала рассказывала как одевали и не сказала как девушки в этот день одев ее перед тем как накрыть платком заплетали ей косу последний раз они ведь плели эту косу самым сложным способом как вот мне сказали люди сведущие более 80 способов плетения косы знали наши предки и плели самым сложным способом то есть возвращаясь туда-сюда во многих этих вплетали туда всякие штуки могли даже и колокна втыкать но естественные иголки острием туда в конце лента и перед лентой еще замок вешали и ключ ключ тоже выкупить надо будет иначе окручивание не произойдет потому что нужно же будет расплести эту косу свахи-шениха и заплести две иначе никак поэтому плели так чтобы свахи жизнь медом не казалась то есть там расплести эту косу было сложно долго времени и но перед этим обязательно их кормили потому что я повторяю на свадьбе они не пили и не ели но это тоже считается что возможно сглазить порчу через еду проще всего передать порчу поэтому как только они приехали их отводили в чулан куда-нибудь или в отдельную но чаще всего в чулан или в какую-то клеть там и так далее и кормили чаще всего это было молоко и вот тот каравай который они кусали тоже им давали его поесть угольки туда бросали ну это уже магия так чтобы дети были там такие черноглазые и так далее затем когда они поев выходили и сажали ребенка это чтобы дети скорее появились и так вот это все делалось мы потом расплетали косу и вот здесь в разных местах по-разному иногда сначала она одаривала вот подносила всем и ее отдаривали а иногда после того как ее окрутили то есть распрыли одну косу заплели две вокруг головы и одели женский головной убор и вот после этого но если одарива не было до этого то последних обязательно уже окручиваем она одаривала родителей жениха и она должна была назвать их мамой и папой ну или батюшка матушка как раньше говорили если это до свадебного пыра или после это еще чаще даже до хотя если брать уже 20 век то это во время свадебного пыра происходило то есть там обряд окручивания был настолько важен и серьезен что старались до этого момента не пить и только вот после этого уже начинали это делали как-то в принципе при всех или куда-то их уводили при всех иногда уводили но чаще при всех ну те кто в доме там ведь в доме не сразу не всех сразу звали и здесь же дальше вот уже начинается ее угощение это когда они вдвоем подходят по очереди ко всем гостям вот это сыры там да они подносят те выпивают говорят горькое или сладкое и обязательно они целуются а те в ответ говорят а мы вам дарим там ярочку а я там вам вот курочек с петушком там принесла а я вот там пол мешка там ячменя там и так далее то есть деньги-то не не котировались так уж хотя кто-то полотно кто-то там ну тут у кого что было но обязательно что-то дарили да да дарили и вот они сидели не поднимая глаз очень много песен звучит этот день называется либо красный пир либо княжий пир они князь и княгиня они главные действующие лица кем бы они не были в реальной жизни социальный статус их момент свадьбы в фольклоре князь и княгиня огромное количество песен величальных и корильные звучат кому запрещено было петь корильные песни это в адрес невесты это последний день когда она главная героиня нельзя можно было корить дружку больше всего жениха можно было покорить ну там как в нашей дружке плохая рубаха голова космата там ну пока он не одарит девушек которые поют они не прекращают его там всячески корить есть очень много корильных песен поэтому там можно без конца это все делать приговоры различные звучат единственное кого запрещено корить это невеста невеста лебедь белая княгиня голубка не трон в этот день ее никак нельзя оскорбить и затем они продолжают по сути гулять хотя иногда очень часто использовали я вот все смеюсь я говорю хорошо бы иногда и в наше время иметь так называемое разгонное блюдо значит разгонное блюдо вот отвели жениха и невесту там свахи две брали иногда дружки там разные могли отводить обязательно там где холодно пчелан там где жестко чтоб не нежились не спали а делом занимались и остальные продолжали гулять а родителям то тоже надо тут и приготовиться к следующему дню и они выносили так называемые разгонные блюда все прекрасно знали что это такое обязательно каша кстати была все время и на запое могло угощение не быть но каша выставлялась на сговоре на запое вообще в древности свадьбу называли кашей и если вы про Ивана Грозного в летописи а я вам сейчас расскажу как Иван кашу играл то есть свадьба то есть там определились определенные крупы но вот у нас довольно часто разгонным блюдом бывала такая лапша которая не просто лапша которую как бы вот так ее выставляли она свешивалась с этого ее не ели это все означало дорогие гости и надоели вам хозяина то есть вставайте и уходите где-то свиную голову выносили там ну где что но вот оно существовало такое но ближе к утру там обязательно уходили иногда вот у нас по верхней волшью их обязательно в баню отводили спать и всю ночь и кстати в поветлужье тоже там они ходили караулили с ножами с саблями гремели стучали с премес хранистоконных с уконой ходил кто тут кто это вот уже более позднее появляется икона чтобы не мешать не сглазить ни в коем случае и на утро приходили их будить там как спалось как что кстати далеко не всегда была демонстрация простыни это было не обязательно но сказать людям честно или не честно нужно было обязательно поэтому чаще всего это делалось следующим образом то есть жениху подавали ну яичницу чаще всего и все смотрели откуда он начинал есть то есть она там приносит делает мать невесты эту яичницу как правило а подаю и она же иногда подает иногда сама невеста но чаще все таки мать если он начал с краю все прекрасно если он с середины начинает то к сожалению все родственники невесты с позором могут быть изгнаны на отцах амут одевают там и так далее иногда ему дают рюмку водки вот более сюда близкое время дают ему рюмку ну стопку там стаканчик если он чуть-чуть отпил значит плохо если все выпил еще и разбил то да ну и чтобы подойти к концу я скажу что второй день второй день обязательно было режение и обязательно было этот часто обряд называется паханием невеста пахала пол то есть подметал и заранее запасались там если была какая-то старая посуда надколотая треснутая вот ее берегли для таких случаев и с собой приносили она начинала мести пол а ей раз очередной черепок ну во-первых проверяли как ли чисто ли метет и деньги в том числе мелочь какую-то могли бросить и так далее то есть ну в общем мучили до тех пор пока муж не возьмет веник или не поцелует и тем самым избавит ее от этого и вот я уже сказала что ряженые я когда рассказывала вам о погребальном обряде я говорила что маска означает смерть и ряжение ряженые почему обязательно были и сохранились так долго по сути это приглашение предков на свадьбу вот они присутствуют здесь в медведи там где козлины там тулуп он там одел и маску какую-то или просто начернил лицо сажей потому что не попадешь на тот цвет если не намажешь да там это я вот погребально все подробно рассказывала и поэтому ряженые здесь они обязательно были присутствие предков оно без этого никак нельзя это ряженые калидующие это же предки почему им нельзя не подать это предки пришли если вы им не подадите то они вам перестанут помогать ваш род и я знаю что даже самые отчаянные парни вот маску смерти все-таки на свадьбе очень редко одевали потому что даже самая отчаянная потому что это молчаливая маска и маску смерти очень боялись одевать они говорили что вообще начинают происходить какие-то мистические вещи с человека кто одел да то есть не удалось так же как и актеры не любят играть играть смерть то есть здесь то же самое поэтому на свадьбе это медведь тур цыган травестиз то есть мужчина женскую одежду женщина мужскую одежду одевает то есть вот это обмен рулями и обязательно отводены это либо в этот день во второй половине дня либо на следующий день отгостки обязательно ходили в дом невесты готовилось угощение и там обязательно что-то воруют на счастье чем больше своруют тем лучше но это все отдадут кстати жениху и невесте обязательно курицу воровали которые потом готовили и отдавали молодым чтобы они съели вот эта собственно свадьба могла длиться две недели месяц зависит от того сколько родственников почему самым я вот не сказала что свадьбы гуляли только в определенное время и свадебником называли вот самое свадебное время это как раз время от Рождества до Масленицы на Масленицу свадьбы ни в коем случае не играли на Маслёну жениться с бедой породниться то есть это вот было запрещено или это вот осенью там был свадебный период то есть там определенные периоды когда свадьба игралась то есть там это все жестко соблюдалось и о чем пришли сейчас пост идет ну в древности в древности там другое было важно и вот эти отводины значит отгостки они ходили по сути знакомства молодой вот в той деревне когда она приехала она совсем родом они по очереди ходили ко всем и там гуляли и вся деревня за ними хороводом ну правда добавляли свою еду то есть они говорили что поскольку это время нестрадное то можно и месяц гулять ну по близким то обязательно то есть недели это уж минимум да потом они целый год вспоминали как они гуляли а то и больше если там долго свадеб не было вообще участвовали все ребятишки смотрели и надо сказать что репетиция свадебного обряда дети они это изучали игра в куклы она была обязательно там шили помного иногда были семьи в которых до сотни кукол вертели вот эти стряпочки они брали шли и играли то есть они полностью разыгрывали свадебный обряд потому что к моменту свадьбы им нужно знать его очень хорошо правда вот запись более современная они играют до момента вот княжей пир то есть вот предсвадебные подробно играют а там дальше внутри детей уже выгоняли они глядельщиками были вот именно до окручивания там и так далее а потом их уже удаляли правда когда реже не было они там тоже бегали ребятишки играли поэтому участвовали все и и наконец для того чтобы вас община приняла окончательно почти все большие календарные праздники масленица например там петров день хотя там были славянские праздники другие на этих местах на красную горку ну вот в юнишнике да к примеру пока они не пройдут через все эти календарные обряды ну если только у нее через 9 месяцев ребенок не родится то есть это тогда все принято а если нет то только через год пройдя через все календарные обряды они будут молодыми и для них отдельные обряды вот это вписывание в социальную общину молодых и там особые обряды почти каждый календарный праздник и поэтому я и говорю что полтора года минимум потому что полгода все-таки уйдет на вот эти все предсвадебные иногда больше но год еще после свадебных обрядов а в юнины это когда по сути ну такая мини свадьба играет то есть приходят начинают что-то вроде колядок величать молодой да молодая там в юн да в юниться молодой да молодица выйдите ну тогда столы накрывают во дворе сегодня это красная горка это вот воскресенье после пасхи то есть у нас в нижегородской области это было очень распространено и песни всякие и не накрыть стол они не имели права то есть тут тоже считалось что и предки тут иногда могли нарядиться и вот этот обрет он был обязателен для них поэтому считали что вот зимой лучше свадьба чтобы через вьюнино обязательно пройти даже если она будет ждать ребенка она все равно через этот обрет пройдет потому что если через него не проходить то там как бы всякие вещи вот я когда застал это все в шаранге там просто они вот накрывали стол вся деревня выходила там вся деревня участвовала у них столы были как раз у священной рощи и там как бы без разницы было то есть они примерно знали и за здоровье в этих молодых и обсуждали все свои дела это обрет то есть у них как бы это уже сокращается так срастаются некоторые обряды но раньше это был жестко четко отдельный обряд вьюнино и причем даже вот я сейчас понял они баранов вот они приносили жертву то есть они как бы его жарили то есть ну все равно жертву давали есть какая-то общая еда то есть на объюнино всегда и смотрели кто должен что-то принести общинная какая-то еда то есть здесь уже нет тех трат со стороны молодых потому что здесь община много вкладывает и общинной еды в том числе может быть с них требовали кого больше они должны принести потому что как бы они должны войти в эту общину и поэтому их как бы оценивали остальные там могли курить принести другую там выпивку а третье как бы у вас баранина и барану вот они голову давали жертву но в календарных обрядах очень много совместных трепез вот как раз это мужских женских девичьих вообще общих и причем даже нас туда не допускали потому что мы иногородние были городские и приехали а сама община она там гуляла и вот они конкретно они туда вот это чувствуется и вот только после этого их начинают считать полноценными членами вот этой социальной общины то есть муж жена но если ребенок родился то тут уже значит окончательно я конечно что-то может быть и опустила потому что все рассказать невозможно мы как-то снимали один отрезок свадьбы то есть а там уже когда это снимается этнографический видеофильм он кстати получил в институте этнографии в Питере куда встал куда пошел так чтобы мебель стояла не поперек а вдоль то есть так как это положено потому что кого вдоль половец а кого поперек живых или мертвых потому что если там это не так то это уже этнографическое нарушение да вот этих вот всех деталей как она пошла как она взглянула там что и так далее то есть там очень много всяких деталей выливается которые я просто опускала ну что-то вспоминается сразу перекрывает ну у меня такая же Петрушка у меня тоже смотрят когда я если есть вопросы я готова связываем руки как вот они идут если не дай бог она там спутнется или он споткнулся на каком это круге нельзя спотыкаться нельзя ничего ронять многие вещи не приведи господи кольцо уронить вот у Пушкина помните да если венец упал то это вообще к смерти того над кем этот венец держали потом мало того еще посошенных отцов и матерей как они говорят как они требуют это очень тоже очень важно кого не находят какие-то вещи вообще нельзя говорить в этот момент что-то нужно наоборот обязательно сказать но я как бы в эти детали не залезала потому что это уж тогда будет чересчур извините это было полтора года а вы хотите чтобы я вам за полтора часа но еще вы не сказали насчет посошенных то есть выбирались очень такие авторитетные люди то есть был посошеный мать посошенный отец и невестка посошенный посаженный посаженный если говорить современным мужским языком посаженный но тогда говорили посаженный то есть невеста она не могла идти к матери свои проблемы она шла вот к этой матери которая могла ей объяснить как вести еще что-то то есть вот так вот и отец тоже так же то есть она отвечал за эту семью и они еще не всегда соглашались а если как бы про лучше всего брать авторитетного человека чтобы он согласился это за один раз все не расскажешь ну я просто тоже я же тоже провожу и для меня тут очень важно я готова ответить смотрите на моем сайте и увидите это вы рассказали про глубинку про народные обряды а ведь в городах там же 15 века то есть там все шло бы как-то попроще у купцов свои обряды у дворян свои и тем не менее вот есть монография по городской свадьбы конца 19 начало 20 века многие вещи один к одному то есть в городе тоже свадьбы гуляют по полтора год уж в купеческих то семьях это обязатель даже свадьба петра первого на евдокии лопухиной то есть до того как он начинает европеизировать Русь она сыграна по народному обряду то смотрел фильм Россия молодая вы же помните он там сидит эта жутка там есть-то им не дают и так далее вот я не говорила о том что она должна была там его разуть то есть это какие-то вещи которые я думаю многие знают я просто пропускала потому что я я говорю студентам у меня текста нет как пойдет так пойдет задавайте вопросы я отвечу причем мало того они еще и вот все свадебно они еще берегли у меня бабушка она берегла до самого свадебной платья в обязательном порядке берегут используют как оберег и многие вещи кстати отсюда и венчальные это перешло и на венчальные свечи считается что если у женщины заболел ребенок нужно достать венчальную свечу их же не выбрасывают голова болит у нее зажечь попросить и исполнится но тут огонь свеча тут много чего сразу а где же тут осеся это во всем этом деле где любовь нет бывали случаи по любви жестко стерпится слюбится вот я все время говорю когда появился этот момент когда отношения как же как же без любви они говорят а что стерпится слюбится и я кстати хорошо прожила вот многие мне потом рассказывают да мне выбрали родители но я я была я хорошо прожила жизнь а вот вышла бы по любви вот и страдала бы там мне это говорили через одного меня это в молодости удивляло сейчас уже не удивляют откуда это появилось что родители лучше знают родители лучше знают так а вот в таджикистане до сих пор вот у нас на работе женщина одна была замужем с таджиком она говорит там то же самое там никого не спрашивают приводят и говорят твоя жена вот и муж мы его расспросили ну то же самое абсолютно нет нет это было вообще принято они говорят хотя некоторые конечно но если уж там попадет здесь семья совершенно без отпуска там да она младшая там сноха там все братья и там еще снохи попадут не очень конечно просто вот я вам в прошлый раз говорила что сложнее всего было записывать причитания свадебную вот все там и песни расскажут и приговоры и свадьбу расскажут и все я говорю ну а причитания вы какие-нибудь помните ну хотя бы проговорите и вот она начинает когда причитать она все это вспоминает она входит видимо в то состояние да она начинает реально плакать и она вспоминает что тут-то вот это у нее было потом плохо и это там и она говорит я прям вот опять туда нет я больше не буду вот она один раз так причитание пару раз мне тройку прочитание скажет больше не буду все то есть энергетика садится туда входит понятно почему это такое то есть она как бы заново вот это все переживать начинает то есть там настоящие слезы это не имитация это не игра не не театр это нет хотя надо сказать что даже в театрализованном виде свадебный обряд работает я по-моему как-то говорила что мы провели эксперимент в свое время пришли во дворец бракосочетания сели там и ждали тех кто будет подавать заявление и предлагали им играть сыграть свадьбу с ну не скажем так по народному обряду это просто нереально невозможно полностью повторить а сплетением элементов русской свадьбы надо сказать согласились всего три пары но это то время там деревенщина сейчас как-то немножко меняется отношения нет не надо там это все будете а значит вот мне я писала сценарий там но понимаете ведь если в древности все участники более или менее знали обряд то те кто должны будут особенно гости там они же этого не знают поэтому в качестве курсовой работы в театральном училище мы уговорили поучаствовать в этом деле это не дипломный спектакль где а просто курсовая работа чтобы и песни какие-то пропеть там нужно было величальные карельные и так далее полетали я им показывала я говорю если что-то не нравится давайте уберем там что-то оставим то есть я они в этом участвовали то есть нельзя же было как снег на голову там это все то есть потому что они тоже будут участниками и одежда конечно современная то есть там мы тут это не ограничивали там главная суть какая-то вот что больше всего поразило кстати после того как мы это сделали к нам они говорят у меня вот там скоро мои знакомые там женятся или там мы хотим тоже почему оказалось во-первых почти все спиртное осталось на столах потому что вот это воплечение в обрет это не просто ты сидишь выпиваешь и смотришь со стороны как это все происходит ты входишь внутрь этого действия а потом хочешь не хочешь там какие-то моменты я же их специально включила они их вовлекли в определенное пространство и они настолько им это все понравилось то есть они пережили это и они вот вы знаете вот никакие свадьбы мы не были вот не было такого ощущения радости не только у самих жениха и невесты а у всех кто там участвовал они говорят у вас спиртное то осталось ну мы правда там два дня только то есть там третий день если у них был я говорю это вы как хотите там что хотите то есть мы делали вот саму свадьбу день свадьбы да и второй день у невесты что-то мы делали все это обыгрывалось и меня честно говоря сам поразило я не ожидала что это так глубоко так сказать пройдет но вот сейчас не знаю сейчас очень сложно я в москве многим свахам или кто проводит свадьбы проводил там к нам приходили в школу я им предлагал это все и показывал как это все будет происходить в соотношением которые поможут погрузиться что собственно у нас тогда получилось но у меня получился вот в этом мире то есть предложение было там другая там публика была другая но самое интересное что эта пара перед самым сам она разошлась они как бы я говорю ну дальше это боги не сошлись и кстати все студенты театрального училища потом тоже приходили ко мне брали у меня сценарий мне было не жалко и там они что-то уже сами устраивали потому что сейчас это много интересуется можно включить можно что-то включать только это нужно понятно что это будет театрализация но определенные моменты все таки дадут возможность туда погрузиться пусть ненадолго но вот это ощущение причастности в любом случае удовольствие всегда получают те кто участвует в подготовке сам процесс подготовки даже на самом концерте или на самом как бы неважно если ты не участвовал в подготовке ты все найдешь тут все становятся участниками тут все будут учесть даже те кто специально заранее не готовил закон подготовки массовое мероприятие заключается в следующем если есть 100 человек значит подготовиться к участию должны признать участие не было у нас на неважно было хорошо я снижу пусть будет 87 человек так вот если 87 человек кто принимать 50 человек значит принимать участие в подготовке должны 50 человек 50 человек обучила студентов их было много но они всех туда смогли втянуть ну вот все кто вот кто участвует да они получают удовольствие именно процесса за столом они сидели я тебе обещал вот самый дать юбилей посмотреть я благодарю вас большое вам спасибо вот сколько лодки было сегодня ну просто что мы выпили там что-то вроде вашего выступления очень большое вам спасибо ну смысл вашего как смысл все равно